Мировой рекорд в толкании ядра среди мужчин возрастной категории 95 плюс установил иркутянин Константин Познянский. На открытом чемпионате Сибири и Дальнего Востока по лёгкой атлетике в помещении он взял отметку 7 метров и 9 сантиметров. Сделал это с заключительной попытки, так что всем, кто ждал рекорда, пришлось поволноваться. Как всё происходило, увидел наш корреспондент Влад Бараненко. Что возраст это лишь цифры, иркутянин Константин Познянский доказал давно. В свои 95 прославленный ветеран не просто продолжает выступать на соревнованиях, но и бросает вызов мировым рекордам. Своим примером вдохновляет молодых спортсменов. Молодёжи желаю здоровья, сам пропагандирую здоровье, образ жизни личным примером, активное спортивное долголетие. В своей возрастной категории Константин Познянский был один, а потому между попытками у него почти не было перерывов. Сначала толкнул ядро на 6.68, после немного меньше. Получится ли побить мировой рекорд в 6.90, до последнего было неясно. И вот финальная попытка. 7.09. Поздравляю. Новый рекорд мира установлено. Вместе с ним Европа и Россия. Рекордсмен надевает парадный костюм. Уже через час у Константина Познянского следующее мероприятие. А чемпионат в эти минуты набирает обороты. Внимание! Кроме толкания ядра в программе открытого зимнего чемпионата Сибири и Дальнего Востока, забег на 60, 200, 400 и 3000 метров. Бег с барьерами, эстафеты, прыжки в высоту и в длину. Участвуют не только ветераны, но и любители. Вороз участников у нас, чтобы вы понимали, карьеруется от 6 лет до 95. То есть это самые массовые соревнования, где у нас пересекаются и ветераны, и детские соревнования, старты. Таких соревнований нету больше в стране нигде. В этом году на турнир приехали легкоатлеты из Хабаровска, Благовещенска, Улан-Удэ и других городов Сибири. Кто-то из них всю жизнь занимается спортом для себя, другие в прошлом профессиональные спортсмены. Два года назад я вернулся в большой спорт. К сожалению, до этого большой перерыв у меня был. Но сейчас более-менее стал восстанавливаться и приличные результаты стал показывать. Вот на десятку бегал несколько раз на марафоне. Николаю Федоровичу из Канска скоро 75. С детства занимался игровыми видами спорта, а на седьмом десятке пришел в легкую атлетику. Успел завоевать медали в шестиборье, выступал на турнирах в Москве. У меня форма все время, потому что я даже не тренировавшись и хорошо чувствую себя, потому что я в автобусах не езжу, а пешком все время. Потому что я с ходьбы много медалей брал по ходьбе спортивной. По итогам турнира первое место в общем зачете заняли спортсмены из Прибайкалья. На их счету 30 золотых медалей. Вторыми стали легкоатлеты из Бурятии, а третье место у Красноярского края. Вне зависимости от результатов, атмосферы, соревнованиям, личным общением остались довольны все участники. В следующий раз они встретятся уже летом на следующем открытом чемпионате. Влад Бороненко и Александр Мокин. Вести. Иркутск.